Доброе утречко! Посмотрите, какое у нас утро милое, приятное. Там ты, Русик, снег в коробочку лёг. Маленький котик лёг в маленькую коробочку. Да, Снежочек, тебе удобно? Ну и Кирюшка уже проснулась. Не маленькие котики, не маленькая коробочка. Ну он туда не влазит, у него жопа. Ну чуть-чуть торчит хвостик, да. Не хвостик, а не хвостик. Ты, Руська, малышка. Короче, сейчас у Киры дистанционка будет. Она сейчас позавтракает, у неё в 10.30 она начнётся. Сейчас у нас 9.41. Котя, завтракай, потому что сейчас у тебя будет украинский язык. Потом у тебя, по-моему, ещё один предмет будет. Зарубежная литература, если я не ошибаюсь. Надо будет точно посмотреть. И, Китя, ты мне обещала, что мы сегодня пойдём на новую почту. Сходим, хорошо? Хорошо, заберём нашу посылочку. Какую, узнаете чуть-чуть попозже. Не зевай! Что ты делаешь? Ничего. Рисуешь снова? А что ты рисуешь в этот раз? Покажи. А, вот эту вчерашнюю девочку, которую ты рисуешь? Ну, а где ты нарисовала? А, вот это ты! Боже мой, я что-то перепутала, Кира. Ты вчера на листах рисовала. Я уже думаю, что ты у меня... Потерялась, потерялась во времени. Зая, кушай. У тебя планшет забрать? Нет. Тогда ешь. Я слежу. Дай мне плови дорисовать. Нет, пожалуйста, поешь, а потом будешь дорисовывать. Давай-давай, приятного аппетита. Заметили, я поставила свой цветочек сюда уже, чуть-чуть ближе к солнышку. Смотрите, какой он у меня красивенький. И кактусики здесь выставила. Ой, один кактус всё-таки мне пришлось выкинуть, потому что он у нас погиб. Что ты говоришь? Из-за кого? Из-за снега. Конечно же, из-за него. А из-за чего у нас цветы не растут? Конечно же, из-за снега. Да? Нет. Наконец-то, наконец-то закончились уроки на сегодня. Вот уже как четыре часа. И мы с Кирой идём на новую почту. Мне Кирюха только что говорит. Мама говорит, ты такая не против, если мы в лавину поедем? Нет, я не так сказала. Ты такая, давай типа в лавину поедем. Да, я говорю, с удовольствием. Но карантин, блин. Она что, закрыта? Ничего не работает. Уже вот здесь этот карантин сидит. И то, что ты ничего не можешь сделать и никуда поехать. Ааа, скукотища. А тут уже шопинг хочется. Я сейчас, Кира, в тебя этой пижамой шпульну. Понятно? Шпульну. Потому что надо, Кира, знаешь, что делать? На места класть. А не где разделась, там и пошла. Что ты делаешь? Я разделась на коридоре. А положила туда. Что ты делаешь? Снимать. Кира, мы должны одеться и пойти, а не заниматься сменой чехлов. Мне надо. Это очень важно. Ты сейчас будешь просить, чтобы я тебе это делала? Потому что с настоятельно ты не умеешь снимать. Нет. Умею. Китя, я прошу тебя одеть регланы. Пошли. Я хочу посылку уже забрать, если мы ее заберем. Так я реглан не буду одевать. Здрасте, на улице холодно. Не будет она реглан одевать. Тера, ты дома встаешь? Четыре. Что? Пятьсот сообщений. От чего? Группы мои. Это в какой группе твоей? В телеграмме? Да. Кира тоже есть телеграмм. Она хитрая, она все сдает так же, как и я. Вообще-то у меня была мама. У меня раньше он появился. Можно же спросить. Я тебя люблю. Давай одевайся безумно. Ай. Мы с Кирой, как солдаты, слушаем хруст снега, который меня раздражает, потому что мне холодно. Быти на улицу в такую погоду для меня это реально подвиг. Честно я скажу, это для меня подвиг. А еще и куда-то пойти. Не просто выйти на улицу в магазин возле дома, а еще и пойти куда-то далеко. Но у меня просто очень сильное желание забрать посылку и ее получить. На самом деле, если бы не посылка, я бы туда не пошла. Да, и на самом деле, если бы не время ее забирать. Потому что я бы ее завтра забрала, когда завтра было бы теплее. Но ее нужно забрать сегодня. А снег в такую погоду не будет лепиться, потому что на морозе снег никогда не лепится. Он лепится только при температуре теплой. Ноль? Ну нет, ну да, да. Минус один, минус два тоже будет, да. Но вот при морозе нет, снег не лепится. Он становится таким пушистым-пушистым и рассыпчатым-рассыпчатым. А еще этот ребенок такой говорит, Мама, а мы хоть можем зайти в какой-нибудь магазин, ну типа АТБ? Я говорю, ооо, это называется точно, соскучились по шоппингу. Говорю, а что бы ты хотела в лавине? Просто так, походить, посмотреть. Что-нибудь купить, не знаю что, но просто походить. Мне нужен скетчбук, мне нужен карандаш. Ей нужен скетчбук, ей нужен карандаш. Я сейчас хочу смотреть, сколько стоит стилус. Просто отвлечься от всего мира, да, за шопингом. Мозги проветрить. Ну, девочки, девочки такие девочки. Ребята, посмотрите, нашла маску. Думаю, сейчас, ну как, я ее дома взяла и не посмотрела. Просто сейчас иду, хотела одеть. И поняла, что эта маска, блин, это что, из четвертого класса еще? Нет, мам, это тут, я писала, правила поревняния. Правила поревняния, чего? Падать здесь. Чисел каких-то. В общем, Кира, наша шпаргалка. Это у нас. Это уже сейчас, да? Да. Вот так вот, так что, видите, как шпаргалки пишутся? Прикольно, прикольно. В общем, мы уже пришли на почту. Сейчас быстро заберем посылочку. И потом пойдем на шопинг по продуктовым магазинам. Единственный шопинг, который мы сейчас можем сделать. Купить продукты. Или вкусняшек. Посылку забрали. Но вы знаете, что мы не можем попасть ни в один магазин, потому что все закрыто. Ну, заходи, посмотрим. Работает? Ух ты, давай зайдем. Нашли единственный магазин, который работает. И тут все закрыто пленкой. Нету тут тоже ничего такого, да, Кирюха? Скидзибуков нету. Блокнотов тоже я не вижу. Ой. Это указание, что только что произошло. Они вообще смеялись надо мной, понимаете? Или добежала домой. Вот я честно скажу, или добежала домой. Я так сильно хотела в туалет, что у меня уже просто мозг вылазил из глаз. Просто не знала, куда себя деть. О, что-то мне совсем... Ну, я в бане. Кирюх, смешно, а я просто... А я просто не чихаю. Как нет, Вера сказала, да, главное не чихать. Короче, мы ничего не купили, на самом деле, то, что Кира хотела, потому что все... Я маме предложила, чтобы... Закрыто. Чупа-чупсы. Но зато она купила себе чупа-чупсы и купила себе тетрадку, вместо того, что ей нужно было купить. И квас. И квас. А я купила... А я купила то, чего я так бежала домой. Туалетные бумаги. А снег, тебе взяли... Ой, это мои штучки. Кусляшки. А это, да, Кира, тебе... Какие-то прикольщики. Да, это типа как кушанье. И такие сейчас приколы вот тебе дают. А тебе арена. А ну, открой, давай, посмотри. Еще корм, давай, снег, я тебе тоже дам. О, подождите, что так много... Много-много, слишком тел на одной маленькой кухне. Сосиски на всякий случай взяла. Ты к снегу дашь корму? Да, да. На школу, смотри. Он просто не может, не может, он требует. Дай, пожалуйста, снегу поесть. Просит, просит, просит. Пою-ка я сильно. Просит, просит, просит. Снег, снег, снег. Он Кира тебе дает. Мяу. Ну, просит же, мяу. Дай сначала насыпь, что еще есть. Снежочек. Мяу. Мяу, да. Я за морду насыплю. Все, 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 давай, давай, хватит. Ой, ты, Боже, голодный, голодный котик. И немножечко... Так, не надо ей немножечко никому ничего давать. То есть то, что там осталось, типа... Открой вот эти штуки, я хочу. А где я постельная? В комнате. А, в комнате. Давай посмотрим, что тут у нас. Ты первая. Ты первая? Ты первая, давай. Что это? Это... Да, это какие-то такие неинтересные какие-то... Раз-Аль-Мун-Джин. Там тебе карточки собираешь, чтобы он как-то играть можно ими, да? Турмалин. Легион. А что потом с ним делать? Не знаю. Что? И Бум-Легион. Ой, все разные. Бум-бот-легион. Может быть, кто-то из мальчишек у вас играет в эту штуку, надо. Так, не, Кира, 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 Кира. Бя-бя-бя. Убери за собой. Ну, а мы на самом деле ходили, забирали вот эту вот посылочку. Пастельное бельишко. Короче, вот у кого постельное белье? Сейчас я вам покажу, что. Сегодня мы будем спать, Кира, на постельном белье. Ты же еще не знаешь, какую у тебя цвет? Нет. Смотрите. Здесь постельное белье идет в таких вот сумочках. Прикольно, да? Да. С умочкой можно ходить в магазин за хлебом. Ну, ну, смотри, какая прикольная. Ты будешь ходить. Без всяких названий, без ничего, смотри. Ты будешь ходить. А я в красных носочках. Моих любимых. Короче, Кира, это твое. Это мое? Смотри, да. Красивое. Вот это вот пододеяльник, такой двойной. Простенька и наволочки. Точно, наволочки какие-то гигантские. Я пустила маленькие, но такие вот гигантские наволочки. Наволочку можно сюда одеть. Да. Реально, посмотри. Шикарно, подходит. Подушку. Короче, это Кирина постельная. Туда, конечно. И мое постельное. Тут же есть какая-то бумажечка. Терри, все интересно. Победителя данного розы, причем мы будем определять в конце каждого месяца. Короче, который получит не просто подарок, а целых 12. 12 постелек на целый год. А что надо сделать? А, надо стори снять. Люди добрые, я не просто стори снимаю. Я снимаю видео в YouTube про вас. Короче. Обязательно прочти. Новое постельное белье сделано из хлопка. Перед стиркой нужно распределять в зависимости от цвета. Температура, чтобы стирать 30-40 градусов. Менять постельное белье нужно каждую неделю. Возможен обмен. При условии, что постельное белье не было в использовании. Возможен возврат только при обнаружении брака или с несоответствия размеров. Переверни. Это твой скидочный купон на следующую покупку. 100 гривен. Надо сохранить этот купончик. А только на одном был купончик? Так, здесь точно такая же сумочка. На этом тоже есть. Тоже он у нас 200 гривен. Смотрите, здесь тоже сумочка. Теперь у меня у Киры будет сумочка. Да, конечно. Ну что, Кир, ну посмотри, в реальном магазине. Ну а что ты смеешься, посмотри. Ну вот вышла в магазин, вместо пакета, смотри, сумочка такая. Тут что-то непонятное. Для меня обозралась эта камера. Вот чем плохая сумочка? У нас еще есть. 12 постельных на целый год. Ну так вот, видишь? Подробнее в нашем инстаграме. Это потому что надо сторис снять. Еще надо выиграть. И 12. Мы выиграем. Я тебе говорю, у нас 12 постельных этих будет. Да? Рекленно? А когда вы холостуете? Не знаю. Так, мое постельное. Ты меня снимаешь? Да, нет, не снимаю. Так, ну сумочки, конечно, клевые. Я тебе буду в магазин ходить, не покупать пакеты. Главное не забывать их брать. Это, конечно, хорошо. А вот мое постельное. Я себе взяла такое серенькое. Посмотрите. Одна сторона такая. А вторая сторона... Я думаю, Тера оценит. А вторая сторона вот такая. Вы прикольны, да? Да, я думаю, Тера оценит. Потом простенькая, самая обычная. Ты оценишь? И... Кира, не меня, а не Теру. Ты, короче, дина. Меня не бить этой штукой. Потому что я тебе говорю, у меня, а ты это... А ты Тера, ты и так красавица. Что с нее возьмешь? Все, ребята. Пошла я теперь сторис снимать. Ну, сторис я снимать, конечно, не буду. Ой, боже, у меня так живот болит. Короче, Кира, не смейся, я опять ухожу. Пока. Так что, Кира, знаешь что? Возьми сейчас, знаешь, что сделай, Кир? Что? Во-первых, отправьте уроки. Отправила? Теперь смотри, смотри на меня. Смотри. Снять пастель на со своего, а я тебе пастелю. Ты сама-то на ее задрассивала, сама это старая. А, вот так. Так мне нужно снять старая, Кира. Да, каким снять? Вот так вот, как он кверху. Все. Давай, снимай. Я нашла тебя, Тера. Ну, я понимаю, снег кушает мой цветок. Ну, ты-то чего его ешь? Ну, никто не дает моему женскому счастью осуществиться. Ну, ни собака, ни кот. Алло, животные, успокойтесь, кушает мой цветок. Красивый же, правда? А они его съедают. Ай-яй-яй. Ту-ду-ду-ду. Посмотрите, как круто получилось. Это мое. А вот там, вот сверху, Кирюшкина. кирюха тебе какое больше нравится 2 в общем мы сегодня будем спать в красоте в ляпоте я не разрешаю 3 оценивать шестера пойдем гулять с тобой и шанти сейчас возьму тоже на улицу я вижу что снегу тоже понравилось он даже уже решил что-то там поискать но крутенько мне очень нравится и кирюшкина мне нравится такой нежная красивенькая и мое тоже такое нежное аккуратно и классно да все я пошла гулять с собакой а где вторая собака вторая собака где-то пропала кирюха ты идешь готовиться ко сну к завтрашним урокам и всем ребят на сегодня пока пока